привет друзья мне пришла посылочка с jackson's art а также ну я хотел ее распаковать с вами вместе показать что там а также поговорить заодно про цветные карандаши и работу с ними и про пастель на ответить на ваши вопросы которые довольно давно еще вы оставляли под постом где я спрашивала про что вам рассказать и я решила что лучше это будет не эфир и такое видео потому что в лучшем качестве можно все показать прям сейчас при вас буду все распаковывать в таком довольно плохом состоянии мне пришла посылка видите такая она нехорошая помятая немножко еще на почте мне сказали что там что-то вес больше вес меньше непонятно мне кажется это судьба всех больших посылочек потому что они приходят вот такими пришла она из швеции я так поняла они там со склада оттуда отправляют собственно потому что герои посылки это большие листы так я все распаковала возвращаюсь к вам прям вот так вот и и разорвала всю коробочку потому что ей уже не жить только к там отдавать чтобы они и дорвали и будем смотреть что тут идет дальше сейчас вот эти все маленькие дела вот такого плана я отложу в сторону там мелочи карандаши не помню честно говоря так что-то я по мелочи докупала потому что посмотрела что цена очень сильно увеличилась нам за материалы но главное мне нужна была бумага и и все я и взяла ирония заключается в том что я так полюбила акрил последнее время и у меня теперь много пастельной бумаги это я взяла склеечку пастельмат я ее вам тоже покажу сейчас в основном у нас наборы пастельмата а3 именно формата это наборы где темно-синяя до красное вино там еще охра по моему и светло-серый прекрасный светло-серый цвет а здесь у нас наборчик белый давно хотела белые иногда прям вот очень хочется сиена коричневый и антрацит очень так мне хотелось коричневый очень очень сильно и сейчас распакую ее так вот я открыла бумажку давайте смотреть цвета соответственно наверху все указаны и здесь поехали у нас идет бумага ну что первое первое идет белая причем она какая-то очень близко не буду показывать это да все белое какие-то штучки на этом листе ну потому что верхней наверно идет ну соответственно за ней до колечко как во всех альбомах и дальше идут белые белые потом идет как раз сиена либо я давно не трогала пастельмат либо мне почему-то кажется что она прям более гладкая что ли чем обычно фактура странно а может быть и а может быть мне и кажется хотя знаете что точно мне не кажется лютик который в рознице магазина в частности в красном карандаше вот он другой по фактуре мне кажется он бракованный это так чисто мысли но это точнее не мысли это факт но я не знаю почему так происходит смотрите какая красивая коричневая вообще потрясающий оттенок замечательный вы наверное вы видите чуть чуть более светлым он очень хороший и ну и антрацит до такой сочетание очень темного мокрого асфальта чуть-чуть уходящего холодный вот такой цвет но не черным почти черный да так это у нас папочку мы посмотрели пока ее отложу куда-нибудь тут все у меня будет в этих бумажках я естественно еще заперлась от котов иначе это было бы вы не представляете что принципе они хорошо упаковали посмотрите на вот эти штучки они помогают бумаги не помяться распаковываю дальше сейчас вот это все вот уберу и вернусь к вам так но я все разложила распаковала смотрите какая у меня тут красота но во первых почему-то у меня был половинка ну бумаги в пакете упакована половина просто отдельно но тем не менее все упаковано замечательно посмотрите какие уголки все просто прекрасно все в безопасности по цветам вот такая вот светло-бежевая не помню честно говоря как вот это уже называется потом вот такие вот такой серо-коричневый тот коричневый который чуть-чуть потеплее более он такой в красноту антрацит еще кстати отличается чуть-чуть фактура можно вот даже не смотреть на бумагу и потрогать есть разница вот эти одинаковые с вот этой антрацит более шершавый я не знаю так почему вот такая еще смотрите тоже замечательная по цвету мне очень хотелось вот таких сдержанных оттенков потому что одном красном вине темно-синим не порисуешь это что касается бумаги и основных основной скажем цели покупки и также еще у меня есть 5 листов сейчас их вот так вот разверну как-нибудь они большие просто вот это у меня артистика плюс фабриана попробую сделать так чтобы тень падала и было видно что написано вот артистика плюс фабриана белая бумага ну даже не не белая она чуть-чуть чуть-чуть в молочной кстати вот это мне нужно будет сравнить с моей прошлой бумагой мне кажется она желте и сейчас кстати секундочку посмотрю чуть-чуть развернула лампу будет контрастнее но но будет видно лучше вообще все детали я думаю сверху положила лист который у меня остаточки такой же бумаги вот эту я покупала в черной речке меня там скидка 15 процентов получается 500 чем-то рублей лист который вот такой вот большой а именно он сколько он 50 с чем-то на 70 с чем-то но не 50 на 70 как пастель мат вы даже по этой стороне вам покажу а он побольше сколько это 56 наверное 57 вот ее как раз я использую для карандашей для работы с цветными карандашами я его такой большой листик беру и разрезаю его себе на нужные кусочки нужных размеров такой большой конечно он вряд ли пригодится это будет просто работа века представляете вот такую если большую сделать карандаш на так ну что я распаковала всякие мелочи которые пришли не спрашивайте меня зачем мне крошечный вот такой вот акрил я хочу просто еще большую баночку взять себе цвета бы такого серого светло-серого но теплого который можно хорошо использовать для всех светлых кошачьих моментов вот и по тесте если хорошо то возьму большой тюбик может быть скоро будет и большая закупка акрила тоже еще вот такие смотрите какие смешные штуки которые напоминают кукурузные кукурузные палочки вот очень смешные так это все поигрались они еще в таких классных всегда упаковках приходят все очень удобно упаковано и красиво и главное безопасно ничто никто не помялся так что еще у меня здесь есть смотрите я взяла буквально чуть-чуть чуть-чуть мелочков чисто для того чтобы пополнить коллекцию всяких серых упаковочка идет сын ли да это не сын ли это рембрандт и взяла цвета около серые такие могу на каком-нибудь на давайте на желтом покажу это желтый у меня это пастель мат и желтенький ну то есть это обычный по сути серый но в такой он в холодный чуть-чуть оттеночек вот у меня разные серые есть я их использую часто для фона вот это кстати такой хорошенький красивый на желтом конечно он выглядит ярче понятное дело да если на на сером он ну тоже кстати то что он серый он чуть голубой отдает этот мелок кажется что он более насыщенный так еще один у меня серый вот такие три серых я взяла еще по моему слушайте по моему вот вот такой вот черный я взяла потому что он хороший и считается одним из самых мягких для каких-то моментов буду использовать смотрите даже на постель мать на которой обычно ничего не растушевывать как он себя ведет да он прям такой мягенький так и один мелок и такая большая для него коробка да поэтому коробку но не коробку вот эту вот штучку для хранения тоже буду использовать дальше карандаши взяла причем один из них не в лес вот этот и его мне нашили в такую смешную штуку я думаю что же там такое так и тут у меня какие карандаши давайте высвобожу а если честно я люблю их выбирать но не то что наугад но смотрю разные бежевый которые меня нету например либо хорошие которые заканчиваются и докупаю вот это вот все вот это вот все мне точно так хорошо понадобится столько здесь нужных оттенков держу левой рукой пусть правая рука рука у меня уже устала держать этот аппарат так это что у меня два одинаковых вот такие вот давайте на серый да будем смотреть карандашики белые дальше дальше ставила вот такой я взяла он на смотрите как похож на хороший такой грязненько серый оттенок или сделать вам нормальную выкраску на на белой бумаге но на обычной давайте сделаем а то будет непонятно да вот серенький вот такое дальше меня идет довольно много карандаш швейцарских карандашиков похожих прям по оттенку вот эти вот похожи не одинаковые не одинаковые отличаются вот эти у них красочки похожи а А сами-то карандаши, они разные. Так, вот еще. Вот еще. Удобно очень в руке держать, потому что они вот такие квадратненькие. И вот стабел несколько. Вот это тоже такой хороший цвет будет у меня. Так. Ну, светлые-то, наверное, здесь, может быть, видно и не будет. Светлые я могу вот здесь дублировать. Этот у меня, он, в принципе, был. Он очень ходовой. Вот такого 541 у меня было или не было уже? Не помню. Хороший теплый оттенок. Вот этот должен быть, вот это 581, он должен быть больше к такому розовому. Вот этот, кстати, хорош. Обожаю French Grey, все оттенки. Все, которые могут быть, они очень хороши. И вот, смотрите, 10% у него написано. Это значит, что вот этот French Grey, он может быть 10%, 20%, 30%. То есть, один и тот же пигмент, просто он в разном количестве, да, в карандашках. Так, поэтому можно всю линейку из French Grey собрать. Например. Давайте сравним вообще разницу. Ну, разница есть, да, насколько вот этот теплее. И они намного более, конечно, пигментированные. Карандаш, я имею в виду. Так, это у нас какой? 746. Попробуем. Очень хорошенький. Смотрите, какой теплый, приятный, чем-то на нашу, на ту бумагу похож, пастельмат, которая пришла сегодня. Так, дальше идут два темных. Вот такой 4748 и 408. Dark Sepia и Dark Flash. Попробуем. У них хорошие коричневые такие, прям темные-темные. Sepia более жесткая, кстати. Она, ну, сама по себе, да, карандаш более плотный получается. Так, что еще осталось? Давайте сразу тогда сравним. Это 635 стабелла. Он похож на, он похож где-то на, на вот этот, да, на, 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 вот он, Dark Flash. Ну, Dark Flash, он больше в шоколадной, в такой, в красноту, все-таки, ну, в такой чуть-чуть, да, холоднее, в общем, этот, этот потеплее. Капельку в нем больше какой-то рыжинки. Но коричневые, ну, нужны, конечно, мне вот очень нужны. В основном мои цвета это серые, такие коричневые, да, все такие довольно натуральные оттенки. Очень редко что-то яркое, да. Особенно вот сейчас, сейчас, когда дома много работы, заказов много, и в основном для своей работы у меня такие оттенки идут. А в студии, в сфере, конечно, мы там всем рисуем и намного больше ярких цветов используем. Это да, а у меня, ну, в основном такое. Так, это кто? 105-й стабелло тоже вот такой. Ну, ну, он другой, видите, хорошо, что он другой. Этот по-розовее, да, этот более желтый стабелло. И который у нас совсем светленький, он, ну, намного, намного светлее, однозначно. Остался у нас вот такой замечательный, это 640-й номер стабелло. И попробуем на него посмотрим, какой он. Прямо вот к этим коричневым. Во, а он прям такой, немножко бордовый. Он, видите, ближе к вот этому, к Dark Swiss, Dark, что там, Dark Flash. Знаешь, вот, к вот этому он по тону поближе, но не такой темный, а более насыщенный, тоже хорошенький. Так, ну что, вот, чуть-чуть нового я докупила. Так, моя база карандашей у меня остается. В основном, ну, по маркам, да, если интересно. Ну, понятно, да, у меня тут стабелло карандаш, много Дервинта, много Faber-Castell, Conte мне еще нравится. Сейчас покажу, давайте, да, вам карандашики еще. Вот, у меня здесь часть карандашей лежит, которыми последними я пользовалась. Видите, тут прям разные-разные есть. Вот это тоже такой хороший. Заканчиваются быстрее всего, конечно, вот такие оттеночки. Потому что очень ходовые, вот, различные серенькие. И все то, что касается вот такого вот розового, бежевого, это тоже очень быстро уходит. Это Дервинт как раз. Который, сейчас посмотрим. Тут уже его. А, 0,5, 0,5, видно, да. Ну, вот, то есть... А, про Conte я говорила. Conte, да, тоже хорошие карандашики. Вот такие. Их тоже на Generals я покупала. Я не знаю, есть ли они в Москве, да, в рознице или не в рознице, можно ли их взять. Но так они заказать можно. Что еще? Кратакавла расчел, да. Кахеноровские. Различные меловые и... Угольные вот такие. Белые меловые карандашики тоже довольно хороши. Их можно использовать ими. Какие-то вещи смягчать, вот так вот растушевывать. Почему бы и нет. Черный из той же серии хороший. Кого-то еще хотел найти. Ой, вот этот мой любимый, замечательный, да. Такой карандаш. Ну, Тандарк, да, это не назовешь. Но он очень хороший, приятный, такой мягкий. И... Из Крета Калор тоже можно много всего интересного насобирать. Так. Ну, наверное, по пастельным, да, карандашам все. А тут можно говорить бесконечно. Пока говорю, переложу сюда тогда этих ребят. По пастели, если интересно, ну, я, наверное, рассказывала. Я пользуюсь... В основном у меня набор Сенелье идет мягкой пастели. Но если мы все-таки рисуем на пастель-мате, то лучше идет Рембрандт. Прям идеальное сочетание получается Рембрандта и пастель-мата. Вот это прям супер. Ну, на мой взгляд, вот мне так кажется. Мне так очень нравится делать. Что еще? Ну, если вы работаете особенно не на абразиве, конечно, мягкая пастель замечательно заходит. И это может быть те же и Шминки, и Сенелье. И выбирайте то, что вам нравится, да. На Джексонсе большой выбор всех разных пастелей. Давайте теперь немножко поговорим про карандаши, про цветные карандаши. Не спрашивайте, почему у меня вот так вот лежат они в лотках. Просто мне, когда я рисую, удобно вот так все это складывать. Ну, какой-то набор, который идет на работу. И вот так его использовать. В основном, то, что у меня, то, что я использую, это призма колор. Вот такие карандашики. И еще фаборы. Сейчас найдем какой-нибудь. Вот фабор. Вот такой. Они там разные. Закопаны где-то. Да, то есть они все идут вот с такой вот каемочкой. Фабор чуть-чуть пожестче будет. Капельку. И вот эти все тоже хорошие. Кахиноровские. С пометочкой Джоконда. Такие же, как и пастельные, да, могут быть. Силки Блэк. Пометка значит, что он будет, ну, как бы такой масляный. Да, чуть-чуть восковый. То есть все вот эти вот ребята, у них есть определенное количество воска, которое дает такую скользящую, как раз гладенькую текстуру. И за счет этого можно добиваться специальных эффектов и наложения. Что касается на наложения, да, вообще. Я раньше использовала абсолютно гладкую бумагу, а потом перешла на вот такую. Вот. Видите, тут даже ценник с Черной речки остался. На Артистика плюс Фабриано. Потому что она толстая. У нее... Вот сколько грамм? Тут, по-моему, не указано. У нее 360 грамм, по-моему. Либо... Нет, слушайте, даже... Вот это 360 грамм пастельмат, значит, больше, может быть, 400 у нее. Ну, толстенькая она толстенькая. За счет этого можно делать специальный эффект. И сейчас я вам покажу уже поближе на работе. Вот, посмотрите. Это, например, карандашный рисунок, выполненный цветными карандашами. У меня вот такой вот набор Prismacolor. Он у меня довольно давно, честно говоря, там 150 цветов. Они расположены вот такими вот коробочками. Всего 6 отделений. И разные по оттенкам. Сейчас они, конечно, перепутаны, но я стараюсь периодически их как-то более-менее раскладывать. И в основном я работаю им вот так вот. Да, они выглядят, если поближе показать. И они довольно удобные. Они мягкие, они такие пластичные, хороши в работе. Также у меня есть, я уже докупала нужные мне оттенки карандашей Faber-Castell. Они тоже хороши. Вот Polychromos, Faber-Castell. Они называются. Faber, честно говоря, не такие прям маслянистые. Они более... Ну, более жесткие, что ли. Но все равно они плохо работают. Особенно, да, если сравнивать с какими-нибудь обычными карандашами. совсем простыми. И что интересного, собственно, хотела вам показать. Такой момент, который сейчас довольно часто я использую. Светлые линии, посмотрите, как они, как они делаются. Здесь будет наглядно, потому что тут остались где-то продавленные моменты. с карандашиком буду указывать. Вот. Вот так, если настроить свет, то заметно, посмотрите, на вот эти вот такие борозды, которые я делаю изначально, для того, чтобы потом на них не попадал, соответственно, карандашный слой. Вот так я работаю в последнее время, но это только благодаря, собственно, бумаге. Если бумага будет обычная, это будет делать намного-намного сложнее, потому что имеет значение ее толщина. Видите, бумага, она довольно такая толстенькая, плотная. 360, по-моему, да, вот эта артистика Фабриана. Вот и за счет этого получается как раз добавлять все вот эти интересные моменты. И также на ушках происходило то же самое. То есть я тоже здесь оставляла вот эти процарапывающие линии. На глазках где-то еще это дело совершенно не обязательно, только вот, наверное, какие-то вибрисы, которые самые яркие, светлые усы в этой области. все остальное просто выполнено по слоям. Она тоже очень хорошо это выдерживает, очень-очень много слоев, и где-то можно оставлять фактуру, да, то есть где-то, видите, у меня просвечивают моменты, и фактура остается. Но можно и полностью заглаживать, сейчас какой-нибудь самый гладенький кусочек покажу. Ну, собственно, глаза, вот они более заглажены. Вот этот участок, наверное, над глазиком тоже. Это достигается с помощью того, что мы добавляем с вами белый карандашик. Насчет белых карандашей. Вот такой Дервинт, тоже очень хорош, и он, в отличие от Фабора, он более маслянистый как раз и более мягкий, поэтому позволяет очень хорошо сглаживать какие-то вещи вроде вот таких вот участков с добавлением светлых оттенков, либо когда нам нужно сгладить поверхность и сделать ее более такой ровной, более светлой и более гладкой. Давайте покажу вам поподробнее, чтобы в кадре было что-то интересное. такой набор призмаколор. На Амазоне я его заказывала, но довольно давно, и тогда получалось, что один карандашик стоит рублей сто, как-то так. Наверное. Но сейчас чуть-чуть дороже будет точно, но большую покупку выгодно заказывать, чтобы нам ее привозили, потому что у нас будет дороже. Отвечу пока на ваши вопросы, которые писали вот как раз под тем постом, который был еще давно, где я вас спрашивала, хотите ли вы что-то интересненькое узнать. Бумаге, карандашик зависит ли нажим на толщину линии, ее насыщенность? Да, конечно, зависит, причем я считаю, что лучше это делать постепенно, то есть когда вы берете определенный слой и делаете его наслаиваете поочередно, то есть сначала у вас идет более светлый, потом идет чуть-чуть плотнее, плотнее, причем начинайте вы со светлых оттенков, а заканчиваете более плотными и темными, но это у меня хорошо работает при прорисовке чего-то пушистого, но в принципе если рисуете людей, там кожу это тоже будет работать. Как сделать фон более интересным при помощи панпастель, спонжис? Да, панпастель я пробовала, но не покупала себе, потому что я смотрела разные обзоры и мне говорили, что мягкий мелок может точно так же работать, хотя я знаю, что у многих художников они есть, они достаточно дорогие панпастель наборы, то есть выглядит как баночка и внутри такой порошочек как пудра, как палеточка такая косметическая и фон, да, им можно замечательно сделать, многие художники так и делают, фон, например, с панпастелью, а потом уже мелками, карандашами и все остальное. Я предпочитаю просто работать мелком, если мне нужен фон, фон обычно подбираю близкий к цвету бумаги, чтобы как можно более он таким был ровным и идеальным. И если мне хочется чего-то интересного, наношу какие-то брики, то есть какие-то растушевки, что-то вот такое мягкое и пальчиком уже растушевываю. Даже так, сначала идет растушевочная палочка, а потом уже я растушевываю все это дело пальчиком. Если есть у вас возможности, материальные в том числе, то набор панпастели будет прекрасным. Ну, как минимум развлечение, а может быть и помощник тоже. Точилка для пастельных карандашей. у меня есть точилка. Сейчас ее вам покажу. Вот как раз она у меня где-то вот здесь вот. Но мне подарили такую точилочку. Ее нужно крутить. Она крепится и крутится. Но она плохо точит пастельные карандаши. Она хорошо точит только вот таких ребят. То есть цветные карандаши они да, это то, что надо. пастельные нет. Не точит, ломает. Обычные да. точите резаком, ножом, макетным ножом. Подтачивайте уже наждачкой. Вот только так. Так, сейчас еще посмотрю вопросы. если бумага не пастельмат на темный фон светлый сложно нанести. Может нужен более твердый карандаш. Смотрите. Да, если обыкновенная бумага, даже вот такую могу показать. У меня это что-то я грунтовала еще в период первой волны карантина. То есть после того, как у вас забиваются поры бумаги, соответственно сложно, вот когда вот это все уже заполнено, то туда сложно добавить что-то еще. В этом и получается проблема. То есть делать либо тоньше слой, либо взять вот сюда добавить яркий белый мелок. как вариант. Не обязательно же только карандаши использовать, как раз и очень-очень многие так и делают. Вам не обязательно много крутых супер мягких мелков, нужно просто несколько ярких, с которыми вы сможете делать блики. Блики например на глазах, на волосах, на фруктах, на любых предметах. Так, давайте еще посмотрю что там я могла не ответить. как я управляюсь цветными карандашами, цвета для послойной техники, какими характеристиками бумага. Ну вот, да, как раз мы поговорили. Ой, тут что-то я натрясла из точилки. Я рекомендую попробовать вот такого плана. Это может быть артистика фабриана, то, чего, кстати, я не сказала, самое главное, она же акварельная считается, она хорошая акварельная бумага, которая много всего выдерживает, в том числе она выдерживает и все остальные манипуляции. То есть те же самые продавливания с карандашами, это все прекрасно заходит. Продавливание я имею ввиду чем-то таким довольно острым, и это может быть либо уголок ножа, но чтобы он был не безумно острый, я это делаю специальный, не специальный, честно говоря, сейчас если меня тут лежит, найду. Пилочкой я это делаю, признаюсь вам, продавливаю, а так люди как это делать, я тоже хочу себе такую штуку приобрести, делают это керамический резак, то есть как макетный нож выглядит, но он не острый, но керамический, то есть нам самое главное, чтобы вот этот вот кончик, чтобы он был вот таким вот четким и не безумно острым, чтобы он не царапал саму бумагу, вот, и вот этим вот делом, вот чем-то вот похожим, можно продавливать усы, шерсть, какие-то другие моменты, это такое просто интересное наблюдение по технике, а по слоям используйте все то же самое, то есть вот даже здесь по цветам можно посмотреть, сначала у вас идут более светлые, потом темнее, 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 и еще я переключаюсь часто с одного участка на другой, ну то есть делала часть уха, например, переключилась на лоб, и вот так вот перескакиваю, это тоже помогает, и ты не так устаешь работать на одном месте, так, еще про карандаши, это я рассказала, но да, не то, что сложнее, они не то, что сложнее, цветные карандаши, просто более долго получается, но зато если сделать хорошо, то очень классная степень прорисовки, и такой момент, это, конечно, неоднозначно, да и, может быть, и не важно, но когда фотографируешь работы, работы с цветными карандашами в этой технике, они выглядят более так вот контрастно и четко, что ли, ну и сам материал, конечно, такой, да, понятное дело, что когда мы работаем с пастелью и пастель как бы прекрасна, понятное дело, но это другое, это больше такая мягкость, да, а здесь это более четкие конкретные линии, то есть это два таких разных мира, можно сказать, так, ну что, давайте на этой прекрасной ноте я и закончу, обзор, мне кажется, я хотела чуть показать, так уже много наговорила, если есть еще какие-то вопросы, вы задавайте и я отвечу под видео, спасибо за просмотр, ,